Мистер Саймон Вопроса вышло достаточно, за что спасибо, а ответы вышли довольно объемными. Так что приготовься чай или кофе с вкусняшками и усаживайтесь поудобнее. Прям как я. Вопрос от Galerian Marilyn. Всегда было интересно, какие истории персонажа вдохновляли на твой комикс по ФНАФу? Были ли у банды свои прототипы? Это были странные времена. Я была еще совсем юной, неопытной, зеленой и глупой. Вышел ФНАФ, а там вторая часть. Я зафанатела. Мой дух пылал творить. Ладно, по чесноку. Я вообще не рассчитывал создавать, так скажем, свой канон. Думала, буду рисовать по фану. Я даже помню, что хотела нарисовать 4 или 5 арта по ФНАФу с каждым отдельным персонажем в виде хуманизации. А может и больше. Хз. И даже в посте с первым артом написала, что следующим будет Фоксан. Но так арт и не увидел свет. И так продолжалось неинтересно какое-то время. Пока я не нарисовала на бумаге один мини-комикс, который зародил идею полноценного комикса. У себя в альбомах я его не нашла, но благо остались фотки. Но основной сюжет ничто не вдохновляло. Само как-то придумалось. Насчет моей хуманизации, поскольку мне было тогда 14 лет, а мозг тогда еще слабо работал, то в основном я ориентировалась на другие хуманизации, которые были на тот момент. Большая часть была по стандарту. Фредди Бонни делала костюмы, Чики полегче. Фокси, естественно, потрепан на пиратский костюм. Профит. С характерами как-то сложнее. Бонника не сразу стал тихим и скромным. Фокси не сразу стал вредным алкоголиком. Чики хотела дать свой характер. Эгоистичная ты мразь! Но вот Федора с самого начала я хотела сделать взрослым. Примерно в 30 лет. Единственное правильное решение в моей жизни. В общем, сначала я навешала в них какие-то обобщающие ярлыки, а потом постепенно характеры их дополнялись, слегка менялись и развивались. Чаще всего из разряда «А что если?», что это я с друзьями обсуждала. Также я любила и люблю смотреть на творчество других людей. Другие мини-комиксы, не только по ФНАФу. Так что я не буду отрицать, что что-то из просмотров да повлияло на сегодняшние их полноценные характеры. Все-таки я считаю, что для создания новой берется все накопленные готовые знания и собственный опыт, пускай и неосознанно. Так и с остальными персонажами. Единственное правильное решение в моей жизни? Ха! Конечно! Ведь у нас есть теперь Дрим Дэдди! Врубуй! Вот ради этого говна мы ждали полтора месяца. А-а-а-а! Вот делать Лизусу нечего. Вот просто нечего. Фансервис нужен. Иногда нужен. Вопрос от Мэри Мария. Чем любишь заниматься помимо рисования и Мику Мику Дэнс? Играешь ли на чём-нибудь? Я очень люблю пробовать себя в разных направлениях. Почему нет? Этот видос в пример. Я не раз хотела попробовать себя в музыке. Натыкалась на всякие видосы, где люди играли на синтезаторе всякие песни. А в то время я ещё фанатела от RVBY. Я очень хотела сыграть для начала Red Like Roses или Mirror. Но приложению на смартфоне не обойтись. Потому я решила купить синтезатор. Какое-то время играла и учила не ноты, а просто как бы клавишу жмякать. Но даже так было интересно. Особенно когда переходила на новый уровень. Играть с двумя руками. Но потом пылился, пропала та искра. И позже продали. Недолго я протянула, даже полностью не выучив хотя бы одну мелодию. Через какое-то время я всё равно на момент вернулась к музыке. Пока Ллойдом баловалась, такое себе выходило. А позже AFL студию скачала и тоже баловалась. И такое себе выходило. Но даже так я всё ещё хочу сделать эмикс на Disbelief, на Упе Undertale. Даже начинала, но проект так и завис. Просто последние годы, чтобы что-то окончательное закончить, я должна максимально этим заинтересоваться на какое-то продолжительное время. Чтобы только это и делать. Рисование моё основное занятие, так что там я могу себя заставить что-то заделать. Ну а ещё у нас гитарка висит. Иногда наводится мысли выучить одну песенку. Опять же! МВ, чтобы в будущем чем-то ещё понтоваться, помимо рисования и анимации. Эй, пацаны! А я могу сыграть ЭЛАЙФ на гитарке! Что за ЭЛАЙФ? Получится в будущем или нет? Посмотрим. Всё же гитара мамина, поэтому продавать не будем. И батя в ней не скажет. Ну и на кой хер ты вообще его купила? Лежит пылиться, вообще не играешь. Ты понимаешь вообще, что у нас денег вообще нет? А ты тратишь на херню всякую. Нам бы дала, я вот пахаю. Гроши получаю. И так топливо няма, уже год какой. Вот скажи мне, тебе не стыдно? А? Не стыдно? Несколько вопросов от Тани Савы. Как вы решили начать рисовать? Вас что-то подтолкнуло? Или же вы просто в один момент решили, что хотите рисовать? Не сказала бы, что художкой была инициатором. Для меня это была почти настоящая трата времени. Не помню точно, чтобы что-то конкретное меня подтолкнуло. Просто любила рисовать. От своей мэри Сью по Нарути в черновиках, когда делала домашку, до полностью оригинальных персов. Хотя если дело доходило до рисования в телефоне, то чаще всего я просто брала картинку и водила со своими персонажами. Иногда фандома задевала. Мэх! Но, что меня подтолкнуло тщательно этим заниматься, так это фнофец. Я не раз писала об этом в Павлоссе и не устану это повторять, если приходится. Ибо нет смысла отрицать, что так и есть. На каком графическом планшете вы рисуете? Сидишь и не знаешь, чем себя занять. Сидишь на шее у родителей. Тратишь попусту свою жизнь. Тогда идеи рисуй! Их! Вообще модель очень хорошая. Вот уже три года она со мной и каких-то изъянов ни разу не наблюдалось. Даже первый стержень не стерся. Бюджетный и качественный. И наконец, планируете ли вы какие-либо крупные проекты на будущее? Комикс, мультик или что-то подобное? Конечно. Пока на уме два-три больших проекта. Первый, который последует и после Фнофца. Сеттингом будущий мир, город утопия, технология и так далее. Основной замес должен крутиться вокруг главного искусственного интеллекта, который управляет всем городом. Не могу упрямо сказать, что будет восстание этой машины. Хочу постараться интереснее обыграть эту тематику без... Меня люди не уважают, принижают, не считают личностью. Сケ- edit organizing. Скорее конфликт и к детеей. Детали еще только прописываются потихоньку. Но думаю, к концу Фнафа основное будет готово. Второй же... Я пока не буду раскрывать какие-либо детали. Есть пару причин. Могу дать лишь наводку. А вы там сами думайте и гадайте. Может и сразу гадаете. ХЗ. Повседневка. Отцы и дети. Все. С третьим же я не знаю, что делать. Я однажды выкладывала примерный концепт персонажа из этого проекта, думала этот проект будет первым после ФНАФа, но я потом осознала, что многое надо поменять, в плане СИЛЬНО СУЗИТЬ, ибо это самый старый задуманный проект и более продуманный, но он вышел по объему как первый Наруто, если представлять виде мультсериала. Основная причина, придумано относительно много персонажей, по сути каждый должен в какой-то мере повлиять на главного героя, помочь ему разобраться в своей проблеме, хоть и имея представление кого можно выкинуть, проблемы затянутости все еще есть, поэтому мне надо еще подумать над ним, но основные моменты это Демоны Экшон, смесь Девил Майк Райс и РВБВАЙ, да они меня вдохновили по большей части, в каком виде они будут выглядеть, поскольку у меня нет еще своей анимационной студии, чтобы воплотить эти проекты в идеальном виде, то первый проект комикс, но уже детально прорисованный и сразу готовый полностью, а во время отрисовки буду кидать вам всякие концепт-арты, мини-комиксы по персам и так далее, все-таки мне этот проект представляется единой полноценной историей лишь с малой долей сюжетных ответвлений, второй эпизодические короткометражки, да сильно я загнула, но я думаю это будет хорошим опытом для меня как начинающего 2D аниматора, также не буду забывать вас баловать концептами и артами со скетчами, третий, поскольку в переработке, то я без понятия в каком виде, это пока все, что усердно сидит в моей голове и ждет своего заветного появления. Вопрос от Евы Кузнецовой Я хотела бы задать очень странный вопрос, но вы же не любите Яой или Юрия? И почему вы не добавляете такие пары в ваш фандом? По скрипту. Я конечно не упрекаю вас, но мне просто очень интересно как вы к этому относитесь. Буду краткой. Да, не люблю. Минуту, я разъясню. Если кто-то рисует подобное, то мне все равно. Я не раз следила и слежу за авторами, у которых такие пары прослеживаются. Мне нравится их творчество. Пока они это делают адекватно, что и делают, то окей. Но когда Яой или Юрий лезет ко мне тогда, когда я этого не просила совершенно, это другой вопрос. Ну и поскольку гомофобная сторона присутствует, то отсюда мне не особо приятно как-то водить в свою историю Яой или Юрий. Ибо лично я не понимаю. Мэ. Будет клево, если вы поняли мою позицию. Я максимально пытаюсь держать нейтралитет, но все-таки бывают моменты, которые меня, конечно, сносно злят. Я никогда не прощу Близзард за то, что они сделали. Никогда. Вопрос от Рим и Кот. Как каникулы проходят? Кхм. Правда, пока кое-кто делал этот видос, каникулы уже закончились. Но ответ на этот вопрос все равно будет, но немного в прошедшем времени. Если не учитывать, что до 17 июля у меня была сессия и легкая практика, то вполне офигенно. Не хочу учиться. Нормально шапку все работала, рисовала. Чуть ли не через день был арт или скетч. Хорошо жили, хорошо время проводили. Ну что же это такое? И это все. Огромное спасибо, если вы досмотрели это видео до конца. Я действительно старалась. Хоть под конец и было очень сложно. Пишите в комментариях, как вам. Есть какие-то минусы, чтобы в будущем стать лучше? Делалось ли еще видео с ответами? Если у вас появились еще вопросы для видео, то пишите их в комментариях под этим видео. Пишите вообще комментарии. Еще раз спасибо и до встречи, медвежата. Ты, блядь, понимаешь, что происходит? Блядь, сука, пиздец, нахуй. Блядь, совсем долбоебы, блядь, пидорасы, суки. Ненавижу, блядь. Чего не скажут, а что за тема, я не в курсе. И тут отвечают, солдат, держат шесть гей. Сука, блядь. Блядь, что мне треснуть? Сука, докатились. Какого хера, мать его? Пошла я в гугл искать эту херу новость. И, блядь, реально, это официально. Сука. Блядь, ору просто. Там ответы на один комментарий. Просто не думай, что он гей. Блядь, спасибо. Хороший совет. Ты мне помог.